Всем привет, с вами Дабгай, и мы начинаем играть за японскую империю, мод Кайзерах. Собственно говоря, страна эта стартует с неплохой промышленностью, с неплохой военной промышленностью. Конечно, есть страны получше, но я бы сказал, очень неплохие показатели. Самое важное, что у нее очень неплохие исследования, 4 ячейки. И что у нас тут есть по путям? У нас есть демократический путь, здесь полностью демократический или такая военная хунта, которая прикрывается демократией, либо пойти по предоставлению власти императору. Ну и здесь уже выбрать, кого мы поддерживаем, и потом выбрать, кого мы промышленно поддерживаем. Кроме того, наша, в общем-то, политика Японии нацелена на то, чтобы Азию освободить от всяких империалистов с запада, то есть всяких Германий, всяких Америк, подобного рода стран. Есть у нас такая небольшая на данный момент проблема, вещейх строительства у нас очень мало, у нас как раз таки про это есть дебафы, но это все можно исправить с помощью наших фокусов, так что промышленность я собираюсь построить сильную, затем встроиться в Китай, подчинить себе Китай, по возможности подчинить себе Индонезию и, в принципе, страны Тихоокеана. Есть у нас проблемы с резиной и с нефтью, с резиной решать проблему легко, с нефтью, конечно, посложнее, придется ее импортировать очень-очень долго, но в целом ничего страшного. Ну что, начнем. В России, кстати, приходят в власти романов, достаточно редкие выборы, я почти всегда вижу там как раз таки кого-то из этих ребят. Ну посмотрим, что там будет развиваться. Мы же просто пока что строимся и делаем фокусы. Вот у нас и начался черный понедельник, но до нас он, слава богу, не дойдет. А вот подъехал наш политический выбор, у нас выборы 36-го года. Собственно говоря, это и решает, куда мы повернем, но демократы теряют большинство. Перед этим я успел себе поставить средника на политическую власть, что нам ее понадобится очень много. Фокусы мы, конечно, только сначала пойдем вот сюда. Здесь очень много технологий дается, а самое важное здесь дается технология механический компьютер. Мне это забавило, потому что это очень классно, и это супер бустит Японию сразу на старте. А затем мы, конечно, пойдем по политическим вот сюда, дойдем до ячейки исследований, построим здесь промышленность, и только потом начнем расширяться. Это начинается восстание, мы поддержим этих ребят, потому что у нас в будущем будет именно эта идеология. Вряд ли они победят, но хотя бы опыт мы подформить сможем иноземный. И я отправил туда самолеты авиационные. Вот и тут подъехал следующий политический ивент. Наш советник, предыточный премьер-министр убит. Он меняется, и потихоньку мы скоро разблокируем наш фокус политический. Вот он и разблокировался. Собственно говоря, этот закон мы попытаемся ввести, но чтобы пришел император в власти, он, к сожалению, будет провален. Закончилась здесь война. Наша страна победила. На самом деле даже приятно. Видите, неприятно, что теперь пока некуда отправить добровольцев, но мы подождем. Но недолго здесь был мир. Оставшиеся две страны столкнулись в сражении, и мы, конечно, опять поможем нашему. А вот и закон о национальной безопасности, к сожалению, он не принимается. А это значит, что сейчас мы будем делать самый длинный день. Вот у нас нужный ивент появился, и теперь мы можем взять этот нужный фокус. Тем временем отправили в Саудовскую Аравию добровольцев, и скоро начнется, так понимаю, война в США, потому что Джекрит стал президентом. Но пока больше особо конфликтов нет, только мелкие в Азии. И вот она. Центристы становятся правящей партией, но, насколько я помню, потом они поменяются. А тем временем в Испании началась гражданская война. Это значит, что мы сейчас туда отправим тоже нашего добровольца. Самое главное — самолет. В консамуре произошла попытка переворота колчака. Ну и, собственно говоря, мы решаем его заменить, и теперь это будет Владивосток под Японией, что очень неплохо. Вот и подъехал контр-переворот. Теперь мы можем дальше выбирать, куда мы хотим войти. А пойдем мы по вот этому пути. По той простой причине, что только с этим путем можно поддержать заебаться. Несмотря на то, что здесь самые большие по промышленности, бонусы здесь даются 8 фабрик, и 6 военных заводов — это просто очень много. Здесь очень классные бафы. Но здесь у нас есть минус фабрики ТНП, и самое главное — еще бонусы к авиации. Хотя, подумав еще раз, можно взять фракцию Кадоха. Здесь есть фабрики в регионе, очень классные, хотя мы и так их застроим. Но здесь самое главное — есть ресурсы, плюс 15%. Здесь тоже есть ресурсы, но я думаю, этого нам не хватит. А из этих двух Кадоха выглядит повкуснее, из-за как раз-таки количества фабрик. Здесь есть скорость строительства, здесь еще военный баф на восстановление дивизий. Так что пойдем мы сюда, и потом пойдем в бюрократическую экономику. Вот началась гражданская война в США. Сейчас еще идет дележка территории, но вот-вот она и уже стартанет. Можем мы также от США кусочек взять, это мы и возьмем, и даже флай мы еще дополнительные возьмем. Вот и поехала гражданская война. В ней мы, наверное, поддержим Союз Штатов, что они самые близкие в нашей идеологии. А значит, посылаем им еще одного добровольца. У нас уже очень много их. Еще мы смогли себе горда концессии подзахватить, что очень приятно. Это даст нам в будущем неплохие 50 бонусы. Смотря что они выберут, конечно. Но в целом что-то нам они дадут. И Россия, мы, конечно же, не хотим давать право голоса. Чем больше наследия, тем лучше. Очень много у нас добровольцев. Мы и венгрии отправили, и в Тон-Кубань отправили. Вот здесь вот. Самое главное, что мы отправляем сюда самолеты, и самолеты фармят авиационный опыт. Наземный опыт не так хорошо мы фармим. Добавный факт. Тон-Кубань, а конкретно Ростов, держится уже очень долго одной дивизии. Но пришло время им уйти. Все-таки мы не способны на чудеса одной дивизии. Так, текущее положение. В Аргентине мы добровольцами, потому что мы что-то пытаемся сделать в Испании. Наша сторона проиграла. Но самое главное, синдикалисты не победили. Здесь мы помогли Болгарии победить. В Венгрии отправили добровольцев, но Венгрия все-таки вышла. Здесь произошла Дунайская федерация, и Венгрия это коронная земля. Хотел я в Украину отправить добровольцев, но не получилось, потому что там синдикалисты, но и слава богу, синдикалистов что, победят? А, собственно говоря, что тут у нас вот здесь пока что особо ничего не происходит. В Индокитае у нас добровольцы, и я подозреваю, что мы сможем помочь им победить. И это, в принципе, скорее плюс, потому что Германия здесь потеряет позиции, чем минус от того, что синдикалисты победят. Но в Америке мы потихоньку успешно наступаем. Собственно говоря, здесь авиация у нас очень много опыта нафармила, у нас уже очень неплохо доктрин взято. Я думаю, мы сможем перед реальным конфликтом практически полностью закрыть. Тем временем мы тут сделали альянсик, сфера сопроцветания, и в нее вошли Сиам и Филиппины. Не наша у них идеология, но это не страшно. Попозже мы тут сможем в их инвестировать и получать за это бонусы при торговле и промышленности. Кроме того, у нас тут города концессии пошли по вот этому фокусу, и это даст нам немножко их промышленности, что, в принципе, приятно. Вот мы можем бросать приглашение в нашу экономическую сферу. Конечно же, мы их разошлем. Если нам сейчас не хватит на Трансимур немножко о политической власти, ну, это ничего. Единственное, что я подозреваю, что я до Китая вот-вот пропадет с карты. Что поделать? Так, очень долго у нас пока ничего не происходит. Мы уже военные заводы во все строим. У нас уже их 34 штуки, но этого еще мало. Нам нужно много орудий, потому что у нас еще много пехоты будет. Танками здесь не повоевать. Вот пехоты вполне себе. В Индокитае мы тут держим все еще плацдарм. Возможно, мы сможем Индокитае удерживать. Здесь у нас в Италии периодически выбивают, но вот здесь вот в Венеции мы более-менее держимся. Также периодически здесь высадки происходят, но кое-как. Все-таки здесь синдикалисты очень даже сильно укрепились. Но вот в Америке у нас все прекрасно. На самом деле мы неплохо пробиваем синдикалистов, и вот-вот будем в их столице, Чикаго. На самом деле я подозреваю, что если ее взять, еще чуть-чуть синдикалисты капитулируют. Затем здесь что-нибудь, здесь что-нибудь, и как бы нормально. Но надо помнить, что это не наш союзник будущий. Здесь, возможно, да, там точно нет. Ну и мы потихоньку подходим к Итиго, который даст нам казус Белли на Китай. Самое главное, мы тут завершаем земельную реформу и убираем этот ужасный дебаф на фабрике и повышаем уровень наших регионов, категории их. Таким образом, давая нам еще больше фабрик, видите, здесь теперь можно по 20 строить. Так что мы сейчас застроимся как надо. Так, у нас тут готов наш фокус. Казус Белли готовы. Собственно говоря, мы уже вот-вот начнем наше завоевание Азии. Хотя мне не нравится то, что здесь идет вот такая война. И это помешает нам потом все подзахватить. Ну, посмотрим. Здесь у нас США. Тоже мы подвигаемся к Чикаго. Синдикалисты там скоро падут. Это очень важно. Синдикалисты пока выглядят не слишком сильными. У них очень мало стран. У них, конечно, есть тот вот республика Дайвет, которую мы поддерживаем. Но что с ней поделать? Это лучше, чем иметь здесь германскую Астазию. Ну и в Индии пока война не прекращается. Там она всегда идет очень медленно. А я думаю, что уже пора закачивать серию. Так что с вами был Дабгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok